Подходите к нам, располагайтесь, на самом деле, если вы думаете, что это VIP-сектор... Нет, нельзя говорить фигом, да? Неправда, друзья! Вот VIP-сектор! Вот эти пуфики, это самые удобные и самые близкие места. Располагайтесь, занимайте места, здесь будет лучше всего видно, здесь будет качественно слышно. В общем, будет кайфово, плюс поближе к Президии. Ммм, красивая девочка у нас в Президии, я знаю кто, потом поговорим. В общем, ждём вас, ну вот, и всё, вот ждём. Вот приходим сюда, смотрим вот туда на мониторы, первые видеоролики, чтобы немножечко вникнуть в нашу идею. Ну а дальше расскажем обо всём поподробнее. Есть четыре пуфика свободные. Потом выйдешь. Подходите, подходите, друзья, оттуда ничего видно не будет толком. Все, кроме парней-волейболистов, хотя и вы тоже не помешайте нам много дам, которые любят красивые женские... Красивые мужские тела, вот, наверное, так. Красивые мужские тела, вот, наверное, так. Друзья, если все собрались и всем хорошо видно и слышно, девушки, вам хорошо там, не холодно? Да? Так идите к нам. Вот я вижу кучу мяса. Вот здесь вот ещё хотелось бы посадить какую-то красотку. Ну, иди сюда. Можно? На работе? Хорошо. Нормально. Друзья, хотелось бы начать уже прямо сейчас, потому что здесь собрались, на самом деле, друзья. Люди близкие нам по духу. Вы здесь собрались самые близкие по духу. Люди, которых объединила одна идея, о которой мы сегодня вам немножечко расскажем. Нет, ничего там политического-политического. На самом деле, всё гораздо проще. У нас такая социальная, хорошая, правильная, спортивная, молодёжная идея. Она называется Z Games. Это не просто фестиваль, это не просто спортивный фестиваль, как уже многие пишут в интернете. Кто-то видел уже что-то, кто-то уже что-то рассказывал, писал в интернете какие-то рассказы о том, как было и как будет. Друзья, да, было хорошо, но будет ещё лучше. Если в прошлом году это был, наверное, более такой просто спортивный фестиваль, то в этом году будет чётко направленный, самый большой в Восточной Европе, спортивно-музыкальный фестиваль на территории Казантипа. 5 тысяч человек, которые приедут к нам, в этом убедятся. Они будут иметь возможность покататься, всё попробовать. Кто-то будет заниматься спортом и будет узконаправлен, зашорен своим спортивным каким-то достижениями, потому что у нас будут хорошие, квалифицированные европейского уровня соревнования. Кто-то приедет попробовать, потрогать, посмотреть. Да, девушки могут приехать просто посмотреть. И даже для девушек расскажу, что будет ещё, для того, чтобы они не просто смотрели, но и вниклись в это всё, побыли спортсменами, ну, либо просто кайфово отдохнули у нас на побережье. Но об этом всём подробнее расскажет Андрей Филонов. Друзья, нет, знаешь, ничего не буду такого лишнего говорить. Давайте сегодня так, действительно, друзья, без пафоса, без регалий. Андрей Филонов, Казантип, прошу, если есть свободные руки, поаплодируйте этому спортивному парню, потому что вот так, как он тройным сальдо перепрыгнул в серии, в общем, на. Небольшой, в общем-то, небольшой препятствий. Давай. Добрый день всем. Итак, ещё одна попытка. Надо сделать двумя ногами. И надо было ещё при этом развернуться же. Что хочется сказать. Спасибо за предоставленное слово. От имени Казантипа скажу несколько слов. Первое – это то, что Казантип трансформируется. Все, кто там был, знают об этом. Те, кто бывает каждый год, видят этот тренд. Из простого музыкального фестиваля Казантип трансформируется в такую площадку, на которой с каждым годом представлено всё больше и больше различных молодёжных субкультур. Прошлый год был ознаменован тем, что мы провели… Для нас это был пилотный проект Z-Games. Он не был таким большим… В общем-то, он был таким, как должны быть пилотные проекты. Но даже к нему мы шли 4 года. 4 года мы готовили инфраструктуру, и мы ставим себе амбициозные цели. В течение следующих трёх лет мы хотим создать самый большой восточной Европе, самый большой и актуальный Extreme Action Park. И, конечно же, этот парк будет служить, прежде всего, для того, чтобы каждый год, каждое лето проходили игры, которые мы называем Z-Games. Это экстремальный, по сути, экстремальный Extreme Action состязания, соревнования и состязания. Но всегда трудно начинать. И особую благодарность, конечно, хочется сказать всем тем партнёрам. Вот они сидят здесь все такие красивые. Всем тем партнёрам, без которых, конечно же, было бы труднее, и, может быть, не состоялось всё это в том размахе, в котором мы задумали в этом году. Партнёры скажут о себе. Я, в принципе, всё сказал. Всё? То есть я тройное сальто и назад выхожу, да? Мне сказали 3 минуты и закончить. Вот молодец. Вы аплодируете, Андрей Филонов. Всем спасибо, что пришли. Подожди, сейчас. Надо руками коснуться. Нет, руками... Да не бойтесь, я же тоже спортивный. Ну что? Ну да ладно. Оп! Отлично. Тройное сальто хотел сделать, но подумал, не буду пугать вас. Пойду передавать макрофон. Спасибо большое. Да, действительно. Почему у него так легко это получилось? Я занимаюсь другими видами спорта просто, друзья. Наверное, судя по всему. Да, действительно, у нас есть друзья и партнёры, которые нам помогли, и без этого ничего бы не произошло. Ну, потому что сделать доброе дело в Украине не так уж и легко. Это совсем не легко, скажу больше. Поэтому сейчас тоже под ваши аплодисменты мы будем оглашать и приглашать этих людей. Но дело в том, что не просто они пришли сюда рассказать о себе, они пришли рассказать о нас. Мы одна большая хорошая семья. Поэтому сейчас хочу с удовольствием пригласить сюда человека, обаятельную барышню, а сидит и улыбается, блондинка, их у нас сегодня здесь предостаточно, маркетинг-директор Nokia в Украине, Белоруссии и Молдове, Элина Лебедева, которая скажет, что у нас официальный игровой смартфон фестиваля Nokia X7 является самым-самым главным девайсом нашего фестиваля. Прошу. Спасибо большое. На самом деле, очень коротко, два слова. Мы действительно очень рады, что нам посчастливилось быть в числе партнёров фестиваля Z Games в этом году. Все, вы, наверное, знаете, мы знаем это, как никто другой, в Украине очень мало качественных музыкально-спортивных событий, фестивалей. Мы истосковались и, честно, очень ждали, что нас пригласят, сами попросились. И спасибо большое Андрею, очень счастливы поддержать события. Поддерживаем мы его не просто так, у нас есть замечательный партнёр в этом. Наш новый телефон, который буквально на следующей неделе вот-вот свеженький, очень немного первая партия появится на полках в Украине. Игровой смартфон с большим 4-дюймовым экраном Nokia X7. В стальном корпусе, крепкий, красивый, музыкальный, громкий, с очень хорошим звуком, очень хорошим цветом для тех людей, которые любят играть и любят музыку. Он не даст вам заскучать, и мы надеемся, что Z Games не даст нам заскучать тоже. Ещё раз очень рады быть здесь. Ждём вас на Z Games. Спасибо. Я так ноги накачаю, спасибо большое. О, аплодисменты, да, вам аплодируют больше, понял? Андрюх, не зря то, что тоже блондин. Так, друзья, продолжаем. А вот сейчас мне тоже будет очень приятно, потому что мы здесь все, вы уже поняли, партнёры. Люди, которые увлеклись этой идеей и доводят её до конца. Этих людей придумал я. Ну как, нашу взаимосвязь придумал я, и, собственно говоря, мы переговорили, и вообще это всё так легко рождалось. Вот сегодня придумал, завтра, в принципе, уже решил. Отдельное спасибо за то, что откликнулись и выходите уже к нам. Ольга Руднева. Директор фонда Елены Пинчук «Антиспид». Именно этот партнёр сейчас расскажет о том, что мы друзья, и о том, что мы будем делать вместе. Я нужен тебе? Да, ты мне всегда нужен. Тем более у нас теперь что-то родилось, да, ты сказал, что очень легко. Да, у нас легко родилось. Поэтому оставайся уже как-нибудь. Я вообще хотела выйти колесом, но... Ну, давай я подержу микрофон. Но я подумала, что у тебя возник какой-то комплекс неполноценностей после этого. Вдруг ты начнёшь повторять. Начнём с твоего роста, Оля. Смотрите, друзья, хорошо, что разулась. Молодец. Я же переобулась специально, уже помня опыт. Ну, знаете, друзья, на самом деле существует два мифа, да. Первый миф ассоциируется с тем, что на Казантип люди за здоровым образом жизни не ездят. И второй миф – это о том, что фонд Антиспит с нормальными людьми не работает, да. Поэтому мы решили оба этих мифа разрушить, да. Поэтому фонд Антиспит едет работать с нормальными людьми на нормальные мероприятия, которые организовывают организаторы Казантипа, да. И потому что мы хотим, чтобы здоровые люди, которые уже ведут здоровый образ жизни, мы хотим в их, там, ещё на одну полочку, да, добавить ещё одно понимание, что относится к здоровому образу жизни. Мы, на самом деле, рады этому партнёрству. Я надеюсь, что в следующем году я выйду колесом, да. И, на самом деле, в следующем году будет уже не 5, а 10 тысяч человек. Соответственно, площадка для общения с этими людьми у нас расширится. Ну, в общем, в добрый путь. Мы надеемся, что всё будет здорово. Олечка, молодец. Спасибо большое. Я немножечко буду дополнять, потому что, ну, говорить моя работа. И я это дело люблю. Да, у нас будет ещё и такая специальная зона. У каждого из сидящих здесь будет отдельная зона. Ну, не, ну, у Андрея будет самая большая зона. Это территория Марса. Вот, на Казантипе это будет зона, на которой будет это всё происходить. У наших друзей из Nokia будет огром... Если я так не ошибаюсь, там что-то будет... Всё будет большое. А, нам расскажет об этом следующий человек. Правильно, руководитель проекта Z Games. Максим Карпий. Давайте поаплодируем ему. Человек, который... Вот знаете, мы говорим, мы договариваемся, решим. А он всё делает. Так получается. Держи. Спасибо. Всем спасибо за то, что пришли на презентацию. Я вышел сразу с тестовыми визами на Z Games. И первые, кто их получит, кроме тех, кто уже получил, будут представители наших спонсоров и партнёров. Вот я сейчас вам их раздаю. Я хотел поблагодарить всех наших партнёров за то, что они помогли нам сделать такой замечательный проект, который вы увидите уже через месяц. Ещё мы не сказали про одного нашего замечательного партнёра Хортицу. Вот он тоже здесь. Ну, они не захотели сидеть в президии, но они также представляют один из видов программы. Вот пару слов ему. Спасибо большое. На самом деле с фестивалем Казантип мы уже с республикой Казантип вместе несколько лет. Нам это очень приятно. Вместе мы, конечно же, как водится, не просто так. Итак, и с прошлого года тот проект, который стартовал Казантип, Z Games, под названием, нас тоже достаточно сильно увлёк, потому что невозможно говорить о каком-то будущем в этой стране, если не говорить о молодёжи, если не говорить о развитии молодёжи, если не говорить о физическом развитии, культурном развитии молодёжи. В общем, не буду долго рассказывать. Нам стало это тоже очень приятно. И я думаю, что в этом году мы поможем и в этих начинаниях, прекрасных начинаниях республики Казантип в организации Z Games. Скажу лишь только то, что спортсменам в этом году придётся постараться, не только для того, чтобы завоевать какие-то регалии, места в тех видах спорта, которыми они будут заниматься, и в которых они будут соревноваться, но и для того, чтобы получить один из наших главных призов. Я думаю, что об этом подробнее мы будем говорить и писать чуть позже, но сейчас для затравки, для тизера скажу, что лучший спортсмен по версии зрительской, по версии так называемых зрительских симпатий, получит в подарок от нас и от Z Games, получит один из экстремальных туров, где будет возможность позаниматься не только тем видом спорта, возможно, которым увлечён этот человек, но и попробовать себя в чём-то новом и не только на территории Z Games. Спасибо большое Z Games, спасибо большое Казантип, надеюсь, мы вместе и надеюсь надолго. Спасибо большое, Женя, Евгений, красавчик. А теперь всё-таки Макс, иди сюда, самый спортивный член нашей команды, друзья, посмотрите на него. Человек-кубик. Но он был очень красивым года четыре назад. Но его ещё больше стали любить женщины. Я завидую тебе, поэтому предоставляю слово тебе. Расскажи немножечко всё-таки, что будет находиться на территории Марса, на территории Казантипа. Что же представляет из себя технически Z Games? Ну, мы подготовили небольшую видеоэкскурсию. Сейчас вы можете увидеть на плазмах, если подойдёте ближе. Ну, даже если не подойдёте ближе. Если присмотритесь. Это территория Казантипа, которая ждёт вас через месяц. Все спортивные площадки, которые там будут, мы разрабатывали их со специалистами. Мы целый год работали над площадками. Принимали участие много ребят из Европы в планировании. Это будут, ну, как бы лучшие площадки в Восточной Европе. Прошу. Площадки для джетски, для вейкбординга, для скимбординга. Бассейн для фристайла. Вы видите футбольное поле для пляжного футбола. Это паркур-парк наш. Это скалодром. Скалодром с бассейном. Да, это скалодром-психоблок. Просто на этом скалодроме ребята занимаются болдрином и скалолазанием без страховки. Если не срываются, они падают в воду. Но это как бы очень хороший драйв. Я, в принципе, свою часть техническую закончил. Дальше передаю слово Саше. Он продолжит. Да, я продолжаю с удовольствием. И вот теперь мы переходим, наверное, я так понимаю, к музыкальной части нашего фестиваля. Мы говорили, что у нас не только спортивный, но и музыкальный фестиваль. Он, наверное, даже... Вот нельзя сказать, чего больше. Мы хотим добиться того вот правильного симбиоза отдыха и спорта. Спорта и отдыха. Поэтому и меломаны получат свою порцию спорта, потому что они и так любят музыку. Ну и также наши спортсмены любят отдыхать и умеют отдыхать после соревнований. Поэтому я, наверное, сюда начну говорить о музыкальной составляющей. И, внимание на экран, я хочу вам показать музыкальную программу «Байди Джуз». Что из себя она представляет? Есть у нас специальные ролики, надеюсь, да? Нет? Вот. Итак, друзья. Отдельной частью проекта стала музыкальная программа. И в отличие от музыкального фестиваля «Казантип», который является сам по себе фестивалем музыкальной, электронной музыки, у нас будет такой лайф. Абсолютный живой лайф под небом. Он будет проходить как днем, так и вечером. У нас будут играть живые банды. Ну и, конечно же, «Байди Джуз» посадил и помог нам в этом. Но сейчас они сами об этом расскажут. После этого ролика я приглашаю сюда наших девушек. Сначала посмотрите, как красиво у нас. Да, я там был. Там круто, чертовери. А теперь я приглашаю сюда менеджеров от проекта «Вечеринка Ди Джуз» на Z Games «Казантип», Юлия Андреева и Лилия Бенатти. Если можно вдвоем, девушки, или по очереди, как хотите. Поаплодируйте, пожалуйста. Я, на самом деле, очень коротко в двух словах скажу о том, что «Ди Джуз» этим летом делает на «Казантипе» и на Z Games. Спасибо большое, Андрей, за приглашение. Ну, понятно, молодежно, спортивно и, самое главное, музыкально. Это нам близко по духу. Молодежный мобильный бренд «Ди Джуз» счастлив к сотрудничеству с «Казантипом» и «Зет Геймс». Мы рады оказаться полезны «Казантипу», поскольку нам удалось в этом году помочь решить проблему с широкополосным доступом в интернет. Кроме того, у ребят, которые отдыхают беззаботно, купаются, развлекаются на «Казантипе», возникают проблемы со связью в том отношении, что они топят телефоны, блокируют свои карточки, иногда нуждаются в дополнительной связи в новых стартовых пакетах. Мы в этом году откроем Experience Center, где будем обслуживать абонентов, дарить пакеты «Ди Джуз». Будут зарядные устройства для того, чтобы можно было зарядить свой мобильный телефон. Будет бесплатный доступ в интернет, как через Wi-Fi, так и будем предоставлять ноутбуки, для того, чтобы ребята могли прямо там же поделиться впечатлениями, отправить фотографии своим друзьям, выложить их в социальных сетях и так далее. Конечно, раздадим море бесплатных стартовых пакетов. Еще мы взяли на себя такую специфическую особенность. Будем рассылать смс-ками впервые на «Казантипе» лайнапы актуальных событий. Я думаю, что всем будет удобно получать их и не пропустить ни одно важное событие. Это то, что касалось не музыкальной части. И у меня на самом деле все, потому что по музыкальной части я рада передать слово своей коллеге Лиле. Спасибо всем. Я сегодня подготовилась и пришла даже с презентацией. Значит, действительно, молодежный бренд «Диджуз», он знает, чем живет молодежь. Он знает, что молодежь живет музыкой. И помимо коммерческих продаж, мы также поддерживаем молодых музыкантов. Вероятно, вы знаете о наших инициативах. У нас существует музыкальное сообщество. Это портал DMD «Диджуз.ua», где зарегистрировано свыше 3000 молодых музыкантов, исполнителей, которые там выкладывают свои треки, выкладывают свои новые релизы, находят сообщников, находят аранжировщиков, барабанщиков и так далее. И мы предоставляем им, на самом деле, возможности популяризировать свое творчество. Потому что этот портал, там на самом деле 27 тысяч треков от этих молодых музыкантов. И мы видим, что эта музыка популярна, эта музыка интересна потребителю, потому что ее уже закачали 60 миллионов раз, эти треки молодых музыкантов. Поэтому, когда к нам пришел Казантип и попросил поддержки, попросил представить молодых музыкантов, которые могли бы составить, так сказать, вечернюю программу спортивной части Z Games, мы с удовольствием откликнулись. Поэтому именно сегодня на портале DMD стартует регистрация на конкурс. Те музыканты, которые уверенно себя чувствуют на сцене, и которые свое творчество видят как бы в рамках Казантипа и хотят там выступить на нашей вечеринке Диджуз, они могут подавать свои работы. И у нас будет на протяжении месяца проходить голосование, проходить кастинги, рейтинги, прослушивания. И потом 5 лучших команд, они поедут на Казантип и отыграют 28 июля в рамках вечеринки Диджуз на Казантипе. Вот. И, наверное, вы думаете, зачем здесь сидит Фагот? Он будет... Да, мы все сидим и думаем, зачем здесь сидит Фагот? Друзья, значит, что приперся? Да, так хотели спросить все? Ну, говорите же. А вот я вот скажу, потому что он будет нашим творческим куратором этого конкурса. Он будет заниматься прослушиванием этих работ. Он будет смотреть, как вообще эти молодые таланты выглядят на видео, на фото и так далее, чтобы визуально они тоже соответствовали, так сказать, стилю фестиваля. Вот. И на самой вечеринке он будет, в общем-то, составлять сценарий этой вечеринки и вот делать какие-то еще другие вещи, о которых он нам сейчас расскажет. Спасибо большое, Лидичка. Вы сделали и мою работу, объявили Фагота, и, по-моему, за него все рассказали. Иди сюда, Фагот! Я вот так вот... Можно я вот так вот выпендриваться не буду, как вот мальчики? Можно? Да ладно. Выпендриваться можно так, как умеешь выпендриваться. Да, после вчерашнего лучше не выпендриваться, я согласен. У них, кстати, у ТНМК недавно был день рождения, поздравьте их, пожалуйста, с аплодисментами. Пенсионеры хип-хоп движения в Украине, ну, это в хорошем смысле слова. Да, я бы сказал, даже динозавры. Молодцы, ребятки, поздравляю еще раз. Спасибо. Спасибо, что пришли. Начнем с этого. И, опять же таки, спасибо, что пригласили. Я не могу сказать, что я постоянный гражданин республики, но, тем не менее, в последнее время, несколько лет, я там оказывался. И первый раз, когда я там оказался, меня это очень приятно впечатлило, поэтому я могу, наверное, поспорить с одним из предыдущих ораторов. Я не человек, который ехал туда за нездоровым образ жизни. Я приехал туда и просто реально чуть-чуть офонарел от каких-то некоторых нюансов. Я не буду говорить про сенсеты, там, знаешь, это вот какие-то уже такие вещи, которые все уже друг-друг говорят, что там просто бомбово. И у меня ощущение было, я люблю музыку разную, совершенно разную. И если она меня качает, если она меня прет, это может быть все что угодно. Электронщина, там, лайв, поп, все что угодно. И у меня ощущение было, вот в те, там, два-три раза, когда я там был, что все-таки, вот я все-таки, душа лежит к живой музыке. Мне чего-то все равно не хватало. И вот в том году, когда все-таки сделали Z-Live, я понял, что вот, наконец-то все-таки свершилось, можно сказать, моя часть и такая вот частичка того, чтобы я хотел видеть на Казантипе, произошло. И когда в этом году, спасибо опять же таки всем, ко мне обратились, а не поможешь ли отобрать молодых ребят, которые будут очень правильно, скажем так, вписываться в энергетику живого, нового, живого Казантипа. И все это, я так понимаю, будет называться Z-Live. Я постараюсь, я постараюсь, постараюсь, и поэтому всех, постараюсь отобрать лучших из лучших, те, кто зарегистрируется на портале D-Juice. И you're welcome. Опять же таки, три минуты закончилось, правильно, да? Молодец. Молодец, спасибо. Реально, молодец. Человек из телевизора. И поет, и говорит, и еще... И не выпендривается. Молодец, еще раз. Это мы с Андреем будем решать сегодня, кто у нас самый спортивный там. Ну и на этом закончим. Друзья, я еще раз хочу напомнить о наших партнерах, которые, в принципе, сидят здесь. У нас есть Nokia. Ну и помните, да, официальный телефон, самый правильный телефон на территории Z-Games. Это X7. Кстати, вы сейчас тоже с ним немножечко познакомитесь. А, я видел его уже. Он почему подходит, потому что большой экран, 4 дюйма, если не ошибаюсь, да? 8 мегапикселей камеры, в общем, ну, короче, торчите, удовольствие получаете. Он подходит именно на все 100%. Далее. Я хотел бы, наверное, перейти к нашим видам спорта. Уже немножечко конкретнее рассказать о тех видах спорта, которые ждут вас. Итак, у нас есть такая часть, которая называется Action Sports. То есть, ну, дойдем уже к морю чуть-чуть попозже. Сначала начнем с видов спорта, которые у нас находятся на суше, на пляже, на песке. То есть, люди, которые приехали поваляться, понежить свое тело, конечно же, будут иметь такую возможность. Но не факт, потому что я уверен, что их увлечет то, что будет происходить вокруг них. Итак, внимание. Dirt, jumping and others. О, красиво я сказал, да? Это наши друзья-дертеры. Да, они одевают шлемы, садятся на велосипеде и делают вот такие вот штуки. Ей-богу, в прошлом году была одна из самых увлекательных частей на Казантипе на Z-Games. Это дертинг, потому что парни творят сумасшедшие вещи. Берн представляет этот ролик. За это им тоже отдельное спасибо. Опа, полетел чувак. Кстати, они выжили почти все. Или все? Ну, это не важно. Вот это вот Казантип. Видите, море на заднем плане. Это прошлогодние соревнования. Это творилось у нас и будет твориться в этом году еще в более масштабном, глобальном составе. Ой-ой-ой. В следующем ролике у него улетели трусы, но это уже другое. Паркур. Друзья, посмотрите, что такое паркур и как он будет происходить у нас на территории. Приблизительно хотя бы. Начнем с ознакомления. Спасибо. Ой, маунтинборд, друзья. Чертовски интересная, прикольная штука, но очень опасная. Ей-богу. Они тоже все выжили. Биг-эйрбэк. Познакомьтесь, пожалуйста, с нашей подушкой. Берн представляет. МТБ. Правильно я говорю? BMX. В общем, люди на велосипедах будут иметь возможность не убиться в своих попытках сесть на велосипеде и прыгнуть высоко. Дип-вотер соло. А, это наша стенка, которая будет находиться. У нас тоже будет вода снизу. Сверху будет стена, по которой все сумасшедшие люди, кошки, человеки, пауки и Ижи с ними будут пытаться вот точно так же вылазить. Вылезать. Залезать. Спасибо Хортице, которая представляет. Хортица даже не представляет, что она нам представляет. Слейклайн. Слейклайн. О, это клевая штука. Очень популярная вещь, друзья. Вроде бы простая, не знаю, тесьма или как назвать, такая стропа, которая натянута. А на ней можно вытворять сумасшедшие вещи. И у него есть дети, друзья. Причем дёртеры ночью были замечены на слейклайне, которые отрывались там. Аплодисменты нашим Action Sports. Фух, переходим к развлекательной части. Друзья, дело в том, что мы говорили, да, у нас же спорт, музыка, ну и развлечение. Вы видели, многие ходят в таких широких штанах. Ну и, собственно говоря, есть одна культура, которая нам очень близка. Близка мне, близка серферам, близка, не знаю, вейкерам, бордерам, всем-всем-всем. Потому что она сама по себе и есть составляемая части спорта. Это хип-хоп культура. Я, конечно, с удовольствием предоставляю вам Би-боя Влади. Человека, который отвечает... На штаны пониже штаны. Да, да, чувак, ты сегодня как-то оделся, я тебя даже не знал. Вообще не в теме, я пошёл. Не кепки, не кепки, не вот тут висячки здесь, не цепуры золотой. На самом деле, Би-бой Влади это человек, который несёт ответственность за всех Би-боев. Как там, Би-гёрлов, Флай-гёрлов. И, в общем, всё хип-хоп движение, которое будет происходить, а проходит оно у нас качественно. Отдельный чемпионат, расскажи, пожалуйста. Да, друзья, я хочу презентовать вам на Z Games отдельное направление брейк-данс и хип-хоп. В прошлом году это было по-настоящему одно из самых ярких действий, которое проходило. Хочу сказать, что в Украине брейк-данс развит на очень высоком уровне. Мы одни из лучших в мире, и сегодня вы это увидите на свои глаза. У нас есть специальные гости, которые покажут, что они умеют делать. И хочу сказать, что мы не только самые лучшие сегодня в мире по брейк-дансу, мы сегодня можем организовать ещё и самые лучшие чемпионаты. Я думаю, что рассказывать можно много. Лучше просто посмотреть, как это было в прошлом году. Брейк-данс, чемпионат на Z Games. Ну вот, собственно, крутится парень на голове. А вам не видно, да? Солнце слепит. Саш, мы всё видим, правда? Да-да, я помню этого чувака. Он руку вывихнул. Вон голубь. Да, я помню этого чувака на кнопке. Я ему руку вывихнул в прошлый раз. Друзья, но стоит отметить, на самом деле, то, что ни один фестиваль в Европе сегодня не предоставляет такой призовой фонд, как предоставляет Z Games. Допустим, в прошлом году у нас был призовой фонд просто для баттлов один на один, когда соревнуется один бибой против другого, порядка тысячи долларов. Такого нет нигде в Европе сегодня, поэтому ещё один повод гордиться. Две минуты, хорошо. Давай, Влади, я видел, как это происходило. На самом деле, это было, я честно вам скажу, это было очень круто. Во-первых, территория, на которой происходило, это не яйцо Фаберже, да? Яйцо, яйцо. Яйцо Фаберже. Вот. Двухэтажная конструкция. По кругу было неимоверное количество людей. Если покажут видео, будет отлично. Мы с удовольствием вам посмотрим. Ну и увидите, как это было. Будет ещё круче. Бибой, наши бибой, на самом деле ценятся в мире, если я не ошибаюсь, восьмое место. Ну, у нас мы входим в пятёрку лучших в мире. В пятёрку лучших в мире, друзья. Поэтому там было не просто соревнование, это была заруба. Это был баттл, который... Давай, может, сейчас запустим, посмотрим парней. Там был баттл, прокачь. Да, я думаю, не стоит говорить, сейчас парни могут показать. Давайте вы все поприветствуйте очень известную команду. Одни из лучших бибоев планеты сегодня. Финалисты Украина, Моя Талант и много других заслуг. Пожалуйста, поддержите команду Иссайд Бибойс. Иссайд Бибойс. Дамы и господа, нам нужна ваша поддержка. Пожалуйста, хлопайте с нами в бит Иссайд Бибойс. Почувствуйте риск. Иссайд Бибойс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, если вам что-то нравится, лучше поддержать спортсмену, иначе он вас потом найдет ДимаTorzok 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 Это только разминка, это только разминка ДимаTorzok 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 скеймборд. Почему? Потому что для этого не надо особых навыков. Вы берете в руки доску, разбегаетесь, бросаете и запрыгиваете на нее. Первых 189 раз вы, конечно, падаете. Но потом, проехав 3 метра, вы влюбляетесь в этот вид спорта и проторчите там дня 3. Но это очень крутая штука. На прибойной волне. Видите, вы разбегаетесь и по маленькой воде, которая остается после волны уходящей. Ну, такой волны у нас не будет, будет чуть-чуть меньше. У нас будет специальная территория, вырыта под скеймборд. Ставим 3 точки на водных видах спорта и переходим к практике, друзья. Пока нас не залило дождем, есть несколько развитий событий. Первое. Вот там в палатке есть у нас вкусности, еда, алкоголь, напитки. Второе. Спортсменам и тем, кто любит спорт, внимание, направо вот сюда. У нас здесь сейчас будет происходить паркур и джетсерф. Далее у нас будет мастер-класс и показательное выступление чемпионов Украины, неоднократных чемпионов Украины. Будет, не будет. Посмотрим. Дима Масалок. Не, не будет, молодой. Не будет. Ну, а может и будет, если они созреют. Паркурщики будут прыгать здесь, там будут кататься на джетсерфах. В общем, можете трогать, смотреть. Либо приятного аппетита. Друзья, спасибо вам большое. Вы наши друзья. Надеемся, мы в следующий раз увидимся в тепле, на солнышке, на берегу Черного моря, на территории Казантипа, на фестивале под названием Z Games. Па-па. А я на самом деле. КОНЕЦ Друзья, наша небольшая музыкальная программа пока переносится в связи с дождем, поэтому еще раз, наша музыкальная программа временно переносится в связи с дождем, мы, возможно, попробуем сделать ей замену. Жду всех в шатре с напитками и едой, и желающие, кто не боится воды, могут попробовать сейчас джет серф и джет каяк, если есть, конечно, такие желающие. Желающие есть? Прошу на пляж.